зеркала по васту правила размещения привет друзья с вами канал арт васту и сегодня давайте мы поговорим про зеркала что такое у нас зеркала зеркала нам дают эффект такой же как будто у нас там окно и давайте вспоминать вы смотрели если мое видео по секторам притока и оттока где нам можно и хорошо окна давайте вспомним на севере нам хорошо окна на северо-востоке на востоке и в брахмастане то есть во всех секторах притока вот в этих и северо-запад тоже вот во всех этих секторах притока нам хорошо иметь окна соответственно в этих же секторах нам хорошо вешать зеркала но как зеркала размещать я сейчас вам расскажу также не забывайте что вот эти что наши сектора оттока вот четыре штуки в них зеркала плохо сейчас я вам расскажу как зеркала размещать при размещении зеркал у нас есть два момента первый момент это в каком секторе мы размещаем в каком секторе мы размещаем что это должен быть сектор притока обязательно вот и второй момент в какую сторону мы размещаем это зеркало где мы находимся а где находится зеркало и теперь я вам как всегда нарисуем схемочку смотрите вот у нас север северо-восток северо-запад то есть по этой стороне у нас север северная сторона когда квартира покупают говорят я купил квартиру на северную сторону то здесь у нас север а здесь у нас смотрите северо-восток восток юго-восток значит эта сторона у нас восточная правильно и когда квартиру покупают год я купила окнами на восток но редко кто на восток аж покупает вы же знаете в основном все пытались купить окнами на юг вот у нас а значит есть окна выходящие на северную сторону и есть окна выходящие на восточную сторону问题 точнее ну не суть а теперь давайте разбираться нам нужны и зеркала которые смотрят когда мы стоим и смотрим в зеркало мы должны смотреть либо на север либо на восток либо мы должны смотреть на северо-восток если квартира с разворотом то это будет актуально и так смотрите наши зеркала когда мы стоим и смотрим в зеркало мы должны стоять вот в таком вот направлении смотреть в это зеркало здесь буду рисовать как бы на северо-восток чтобы вам визуально лучше запомнить потому что визуальная память очень хорошие вот так понятно на северо-западе тоже вот и теперь давайте в этой квартире мы развесим эти зеркала везде где можно их развесить так как стены есть не везде но мы с вами все равно обсудим значит вот здесь у меня есть стена правда тут кухня нарисована но в принципе можно было бы сделать низкую кухню или вверх кухни свободный и тогда сверху повесить какое-то декоративное зеркало вот или можно было сделать фартука зеркала да он будет пачкаться но зато он по ласту как бы будет очень классно то есть мы могли бы на вот эту стену повесить зеркало тогда мы будем стоять и смотреть в этой зеркало кстати смотреться в это зеркало не обязательно она может висеть под потолком имеется ввиду что просто вы лучше понимали поэтому я говорю смотреть в зеркало в эту сторону можем вы повесить также мы его поможем повесить на вот эту стену везде где нет окна везде где нам позволяет план остановка мебели можем повесить зеркало так смотрите на вот эту стену отсюда мы повесить не можем потому что можем смотреть в сторону оттока частый вопрос можно ли зеркала размещать в санузлах чтобы отражался унитаз доктор говорит что неважно отражается унитаз или нет я тоже так считаю поэтому я вам тут нарисую где можно зеркала конечно понятно что надо инсталляции вряд ли вы зеркал впихнете или в душе но чтобы вы понимали в каких направлениях нам можно размещать зеркала также мы можем разместить вот на эту стеночку здесь внутри санузла и на вот эту стеночку понимаете да почему потому что мы будем стоять вот отсюда и будем смотреть вот сюда в сторону севера или будем стоять вот отсюда и смотреть туда в сторону востока то есть встать и смотреть вот сюда или встать и смотреть вот сюда в стороны оттока мы не можем это будет нехорошо тут вот ниша я знаю вот в этой нише можно размещать зеркало. Оно здесь и висит, кстати. Потому что мы вот отсюда смотрим вон туда. И вот здесь еще можно размещать зеркало. На этом торце. То есть мы стоим и смотрим вон туда в зеркало. В сторону притока. Дальше двигаемся. В принципе, вот эти двери они вот здесь могут быть с зеркальным полотном. Потому что в сторону притока, вот туда, нам можно зеркало. То есть, видите, я вам рисую. По этой стене. По этой стене все то же самое. Туда в сторону притока мы на всех кусочках стены, везде, где можно повесить, тут окно уже нельзя повесить. Везде, где можно повесить, мы вешаем зеркала. Вот тут у меня кусочек стены, вот тут просто плохо нарисовано. На самом деле вот здесь вот проход. просто двери нарисованы, которые раздвигаются и мешают. Вот здесь кусочек стеночки, на нем тоже можно зеркало. Двигаемся сюда. Вот тут тоже можно зеркало. И на вот эту всю стену можно зеркало. Но давайте один моментик обсудим важный. Северо-запад такой пограничный сектор притока, то есть вот эти сектора, это прям приток-приток, а вот этот он такой пограничный. Поэтому, если у нас вот в этих секторах мало окон, балконов и прочего такого, и зеркал, то, а вот в этой комнате есть и окно, и балкон, то вот эту комнату дополнительно мы ничем не будем усиливать. Зеркалами там, потому что она и так слишком сильно открыта относительно вот этих. Всё в пропорции. То есть, если бы у нас вот в этих комнатах в каждой было бы большие окна, балконы, лоджии, вот это всё, вот, и в этой комнате так же, и мы здесь бы ещё везде зеркал добавили. А здесь получается, что в этих комнатах не так много, а в этой комнате прям много за счёт балкона и большого окна. Видите, здесь самый большой оконный блок. Поэтому в этой комнате мы не будем именно в данном случае мы не будем дополнительно зеркала размещать. То есть, если одно нужно там краситься утром или макияж смывать перед сном, небольшое, мы одно повесим где-то, может быть, вот здесь. Вот. Но специально в неё напихивать, если здесь у нас не очень много приточных моментов, то специально здесь не будем, потому что иначе северо-запад на себя очень сильная будет энергия. и, в общем, так мы не делаем. иначе северо-западом, иначе северо-западом. Спасибо. Продолжение следует...